Добрый день! Приехала ко мне очередная большая посылка. В ней было много головоломок. Но ехала она достаточно долго, поэтому многие кубики уже потеряли свою актуальность. Не такие они новые и современные. Но, по-моему, еще никто не обозревал новинку, ну не такую уж новинку, но более-менее современную головоломку от MF-8. Если мы посмотрим на коробку, то здесь написано много чего. Ферма MF-8, реклама их трешки, реклама их Suncube, головоломки, CurveCopter 3. И непосредственно названия головоломки, которые находятся внутри, здесь нет. Давайте откроем. Не секрет, что многие бренды используют одинаковые коробочки для разных головоломок. Здесь могли бы хотя бы название прописать. Ну, возможно, просто продавец не в ту коробку положил. Не знаю. Инструкции нет, названия головоломки нет. Это у нас вот такое вот чудо. Пакетики, видимо, смазанные. Это мастерскюб, но усложненный. Название в разных источниках разнится. Где-то пишут, что это четырехслойный элитный скюб. Где-то пишут, что это настоящий четырехслойный скюб 7х7. Ну, короче, это усложненный мастерскюб. Я взял версию из-за неокрашенного пластика, поскольку головоломки MF8 или MF8 славятся тем, что вращаются туговато. Ну, и помню, был гению, которую я до сих пор не собрал. Из-за того, что она мне как-то не нравится, или собирается чересчур сложно, хотя это не особо простая головоломка. Что крутится она отвратительно. Просто отвратительно вращается. И как бы у меня пока терпения не хватает засесть ненадолго. Поэтому я ждал чего-то вот такого. Так же она тяжело крутилась. Проверим. Она крутится вполне смешно. Так. Ну, вот. Основной мастерскюб. Стандартная головоломка. Ну, это от One One. Более простая версия Rex Club. Ну, принципы кубика Rex лежат так же в сборке и мастерскюба. Есть у меня еще от Даяна. С Кьюб 7х7 или Профессор С Кьюб. Он не собран опять по той же причине, что я ждал чего-то хорошего. Если померить, то где-то 65 мм, он немножко кривится. 65-66 мм, а Даяновский где-то 58 мм крупнее. Ну, и сравним особенности вращения, что вряд ли эти головоломки одинаковые. Скорее всего, они разные. Сначала Даяна. А хорошего я ждал от скюба от Даяна, из-за того, что у него такой мастерскюб был. Просто, который вращается отлично и замечательно. Но, не угадал. И Даяновский крутится посредственно, особенно вот эти вот части. Сравним по вращению, поскольку название уголоволомка очень похоже. С Кьюб 7х7. Сразу видим, что версия от МФ8 гораздо крупнее. У Даяна, как мы видим, вращаются раз свой, вот этот уголочек, вот такой угол, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шесть уровней вращения. Ну, а теперь МФ8. Пробуем вращать уголок, он вращаться не будет. Дальше, ну, дальше у нас вот так. Вот так. И все. То есть, четыре слоя. Здоровый такой кусок с одной стороны, с другой стороны. И два внутренних тонких слоя. Если мы возьмем обычный мастерскюб, то связь видим более близкую. Ну, разница в чем. У мастерскюба один внутренний слой, у этого элитного два. Скорее всего, правильно назвать элитный скюб. Ну, а Дайан, это нечто другое все-таки. Другой принцип вращения. Повращаем побольше, посмотрим. Так, строение. Сразу видим, что некоторые здесь элементы пустые внутри. Кстати, он обильно смазан. Вот, достаточно хорошо вращается. Возможно, ну, уже технология производства головоломка фирмы МФ-8 продвинулась. Они больше уделяют внимания не только сложности головоломки, но и приятности его кручения. То есть, ну, конечно, вот прям пополам. Наиболее быстро крутится. Вот эти чуть помедленнее, но все равно очень хорошо. Маленькие уголочки не вращаются. То есть, это усложненная версия мастерск-туба. Я ее, наверное, даже сейчас перемешаю. Цвета все флюоресцентные. Все ярко, красиво. Ну, и бесцветный пластик, возможно, немножко добавляет комфорта в кручении. Жалко, нет версии из цветного пластика, поскольку вот эти вот маленькие наклеечки опасно вращать с такими маленькими наклейками. Могут отлетать. В описании товара в некоторых магазинах написано, что это не для спидкубинга. Ну, понятно. На соревнованиях вряд ли буду собирать что-то подобное. Говорят, здесь как бы не сильно нужен. И вряд ли есть. Ну, выглядит головоломочка очень даже приятно. То есть, вращать комфортно. И я уверен, что этот куб я соберу гораздо раньше, чем этот. И уж точно раньше, чем был Гению. Который я еще неизвестно, когда за него возьму. И, скорее всего, глубокой зимой. А это, возможно, даже сегодня. Пособираю, если будет время. Вполне достойный экспонат. Думаю, что сборка, естественно, будет похожа на сборку Мастерскюба. Как бы, один из вариантов, который я вижу, это сделать сначала редукцию. Собрать ребра. Собрать центры. Потом собрать как Мастерскюб. Попробуем. Узнаем, получится или нет. Ну, такая головоломка. Мои опасения не оправдались. Хорошо вращается. Рекомендую. Вполне хорошая вещь. Ну, для коррекционеров уж точно. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok